МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лазорный берег", французская ривьера. У большинства из нас почему-то этот край ассоциируется с жизнью, бьющей игристой пеной из пузатой бутылки. Жизнь, которая бешено крутится, как шарик на карусели-рулетке. А ведь под этой несколько развратной глянцевой обложкой скрываются пожелтевшие страницы настоящих драм. Драм, набранных убористым текстом. И где-то здесь полуголодный Бунин написал свои лучшие слова. Слова, вечные слова о любви и смерти. И где-то вот здесь безнадежно больная Эдит Пиаф за год до своей смерти приняла предложение руки и сердца от 26-летнего юного грека Теоламбукаса. И именно сюда прибежала, спасаясь от долгов и мужчин, Айсидора Дункан, чтобы найти вечное утешение. После того, как шарф, намотавшись на ось спортивной Бугатти, поставил на дыбы ее и весь мир, который ужаснулся, узнав о смерти великой танцовщицы. Поэтому этот край умеет отделять зерна от плевел. Здесь есть наносное, но есть истинное. И когда в этих краях на ТЭС к нам попадают автомобили... Мы стремимся абстрагироваться от этой местной, могущей легко затуманить мозги ауры, чтобы сконцентрироваться на сути, на настоящем. И вот еще один подопытный, с которым трудно быть беспристрастным. Красавец Mercedes-Benz SLK. Обновленный 2008-го модельного года. Обновленный, в общем-то, по-прежнему здесь в багажнике 300 литров в состоянии без сложенной крыши и 208 литров, если мы готовимся крышу складывать. В своем классе это некая средняя температура по больнице. Собственно, это все те же 22 секунды, за которые у нас складывается жесткая крыша, превращая SLK из купе в кабриолет. Собственно, это все та же мускулистая, такая накачанная, коренастая фигура с короткой базой, безошибочно узнаваемая. Но, если мы обратим внимание на передок автомобиля, то ощущается дыхание второй молодости. Ощущается дыхание новой, свежей крови. Хотя бы потому, что, обратите внимание на нижнюю часть бампера, она сильно изменилась, и теперь она напоминает не что-нибудь, а переднее антикрыло болида Формулы-1. А сзади появилось подобие псевдогоночного диффузора, и хромированные набалдашники на трубы стали более изысканы. Однако, друзья мои, это все как раз та самая мишура, на которую стоит обращать внимание в последний момент. А вот на что стоит обращать внимание в обновленном SLK 2008 года, так это на то железо, которое скрывается вот там, под вот этой вот довольно хищной крышкой. Мощности момента 1800-кубового и 3,5-литрового мотора подросли. И теперь в 200-м 184 силы и 250 ньютонов на метр. Он разгоняется до сотни за 7,6 секунды. В 350-м стало 305 сил и 360 ньютон-метров. И разгон до сотни занимает всего 5,4 секунды. Причем, что с механикой, что с автоматом одинаково. Мощности момента трехлитрового мотора, 231 сила и 300 ньютон-метров остались неизменны. Но при этом разгон до сотни автоматической машины занимает на десятку меньше. 6,2 секунды против механики. Но в основе своей моторы остались те же. Когда появился SLK второго поколения, он мог щеголять такими неожиданными и традиционными техническими решениями, как, например, воздушный шарф. Эта система обеспечивала обдув горячим воздухом шейные зоны, таким образом повышая комфорт во время езды с открытой крышей в холодное время. Ничего подобного, никаких таких удивляющих прорывов в этом автомобиле нет. Но свежая кровь, молодое здоровое дыхание все-таки чувствуется, и не только в этой изменившейся внешности, о которой мы уже говорили. Надо заглянуть в салон. О молодости здесь остается ключевым понятием. Но чего стоит только вот эта вот красная прошивка черной кожи? Чего стоят только эти алые ремни безопасности? Они словно говорят о том, что этот аппарат может наматывать десятки и сотни тысяч километров, но его владеец одновременно не будет наматывать месяцы и годы жизни. Он всегда будет оставаться юным, он всегда будет ехать быстро, а ветер и солнце будут бить ему в лицо. Но не только эти яркие в прямом и переносном смысле нотки обновили салон, прошу прощения за тавтологию, обновленного СЛК. Новая приборная панель тоже субъективно немножко убавила годков родстру СЛК. Ну а кроме того, чего стоит только новое трехспицевое рулевое колесо. И право дело, этот руль весьма и весьма удобно ложится в руки. Ну, хотя бы чего стоит только новая мультимедийная система. Теперь она, кстати говоря, умеет изъясняться на русском языке. Причем штучка эта обучаемая. Ну, во-первых, она может действительно сама говорить по-русски, в чем мы сейчас убедимся. «Перейдите на выделенную дорогу». Вы видите, не понимает девушка, где мы находимся. Но ее можно еще и научить понимать по-русски. Она способна усвоить русскую нумерацию и основные команды. Но главная фишка нового СЛК – система Direct Steering, рулевое управление с переменными характеристиками. Однако, как это все работает, равно насколько ощущается прибавка в мощности, насколько ощущается прибавка в моменте, и как ведет здесь вот эта самая семиступенчатая коробка передач, которая, опять же, здесь находится благодаря тому, что появилась она в начале на С-классе. Мы попробуем понять, поехав на узкие дорожки допов ралли Монте-Карло. Но прежде еще немного теории относительно этого самого рулевого управления. Это единственное по-настоящему революционное явление в новом СЛК. Но зато оно приживется и на других Мерседесах. В основе системы Direct Steering – рулевое управление с переменными характеристиками. Эффект хорошо виден на этом мультике. Водители обеих машин прилагают одно и то же усилие на рулевое колесо, но радиус поворота красный, машины меньше. Если мы посмотрим на график, то увидим, что переменная характеристика начинает работать, как только руль отклоняется от нулевой, назовем ее так, позиции. Серый график – это предыдущее рулевое управление. Синий – новое. Передачное число по вертикали, угол поворота по горизонтали. Когда у нас руль чуть отклоняется от центров, то все происходит одинаково. Но стоит нам повернуть руль круче, как колеса в случае нового рулевого управления отклоняются на больший угол, при том же усилии и при том же угле поворота руля. Зеленый сектор – это как раз то преимущество. То есть на горной дороге на большой скорости автомобиль гораздо легче корректируется, а на парковке не надо теперь наматываться на руль. А если ехать на большой скорости по автобану, то на незначительные отклонения руля автомобиль реагирует спокойно, так же, как и прежде. При этом никакой электроники, это только механика. Поначалу осторожничаешь, боишься перекрутить руль, но очень быстро, на интуитивном уровне усваиваешь закономерность работы. И забываешь о немецких ноу-хау. И право, если бы неискушенный водитель не знал о том, что здесь особенное рулевое управление, он бы ничего не заметил. А на интуитивном уровне оценил бы еще больший кайф от управляемости обновленного СЛК и как с ростом скорости нарастает реактивное усилие. И ведь это действительно работает. Ты не только чувствуешь, насколько нарастает на руле усилие в каждом повороте, насколько наливается он приятной тяжестью, но и как с ростом скорости он стремится вернуться в исходное положение, и как нарастает реактивное усилие, как чувствуется обратная связь с машиной. Здорово! Ребята, действительно здорово! А еще прекрасно работает семиступенчатая коробка. Это автоматическая коробка, которую, кстати, мы можем заставить работать, ну, скажем так, в условно-ручном режиме, подтыкая передачи лепесточками на руле. Правда, при этом мы должны выйти в режим либо спорт, либо мэнюл. А в комфортном режиме коробка будет работать исключительно как простой автомат. Но нам в комфорте ездить не пристало. Итак, ставим коробку в режим спорт и продолжаем наши игры. И пусть идеология СЛК кольцевая. Черт нас дернул спуститься с раллийных спецучастков вниз в Монте-Карло на дорожке знаменитого Гран-при. К сожалению, сегодня в Монако не трек-день. Здесь трек-дней вообще не бывает и не гоночный уикенд, поэтому по дорогам, по тем дорогам, где носится болиды Формулы-1, ездят автобусы. И вообще, как и в любой другой день, здесь действует ограничение скорости в 50 км в час. А реально средняя скорость не превышает 15. Поэтому вряд ли мы сможем насладиться и двигателем, не только звуком, но и самим двигателем, мощность которого и момент подросли, напомню. Не сможем мы почувствовать всю прелесть подвески обновленной. А подвеска действительно такая, не совсем гражданская, не совсем пассажирская, а сбитая, крепенькая, жестковатая, но жестковатая в меру. И поверьте, она позволит ехать довольно комфортабельно не только по гоночной трассе, не только по тем дорожкам, по которым вполне спокойно могут носиться болиды Формулы-1, но и по тем дорогам, которые пригодны больше для машин раллийных. Запаса у этой подвески хватает с лихвой. И еще к вопросу истинным и наносном. Вот сейчас мы едем по трассе, по улице Монте-Карло, по той самой дороге, где проходит знаменитая гонка Формулы-1. И лишь с одной целью мы это делаем, заехать в знаменитый туннель, который периодически разрывают звуки формульных моторов, чтобы послушать, как работает наш мотор. Вы слышите эти чарующие звуки? Вот она, настоящая акустика. Вершина работы специалистов. Так звучит серьезная, взрослая и честная техника. Это не те звуки хромированных игрушек, которые продаются на рынках. Это плод многомесячной работы в шумовых камерах. Ни раз, ни два, ни десять и ни сто раз звук этого мотора взрывал тишину этих самых камер, для того, чтобы добиться того самого неповторимого звучания, которое сейчас мы слышали, которым сейчас мы наслаждались. Так что вот эти новые, хромированные на балдашнике, на трубы, те, о которых мы говорили в самом начале, есть не самоцель, есть не та самая мишура, не тот самый бисер, а есть лишь маленькая вершина айсберга. Айсберг огромной работы, которую мы никогда не видели, но которая подспудно, подсознательно вызывает у нас уважение. Большое уважение к этой технике. Через 50 метров поверните налево, а затем поверните направо. Нет, девочка наша, похоже, совсем запуталась в Монако, совершенно не знает конфигурации формульной трассы. Но, впрочем, ей это простительно, она здесь в первый раз. Ведь, на самом деле, на момент съемок продажи обновленного СЛК еще не начинались. Сначала продаж апрель 2008 года. Первые живые машины европейцы и россияне увидят одновременно. И произойдет это в апреле. Впрочем, болельщики Формулы-1, возвращаясь к теме, смогут лицезреть обновленный СЛК гораздо раньше в виде вот этого сейфти-кара, который, собственно говоря, построен на базе машины СЛК АМГ-55. Тест этого автомобиля отдельная история, пока эта машина осталась у нас за кадром, потому что, согласитесь, достаточно много можно было рассказать о вот этом базовом, так сказать, автомобиле. Вещь получилась честная, согласитесь, ненаносная такая. А что касается цены, то в Германии она начинается от 30 тысяч евро, правда, без налогов. Очевидно, в России цена, конечно, будет немного повыше, но дождемся объявления российских цен. Напомню, что материал этот мы снимаем аж в середине февраля, и до официальной презентации еще есть время. Но вот что интересно, цена при выборе этого автомобиля, очевидно, не будет играть главенствующую роль, и вот почему. Дело в том, что у СЛК фактически нет прямых конкурентов, потому что BMW с автомобилем Z4 и Z4 Coupé предлагает либо вариант с мягкой, либо вариант с жесткой крышей. То же самое Porsche с Кайманом и Бокстером. А если мы берем Audi TT, то это уже четырехместная машина, которая тоже, кстати, невозможна в варианте со складной жесткой крышей. Поэтому, по сути, СЛК сочетает в себе две, в общем-то, несочетаемые вещи. С одной стороны, эта машина довольно универсальна, а с другой стороны, она демонстрирует, на рассчитывая, неутилитарность своей вот этой вот двухместной бескомпромиссностью. Жаль вот только, что ловить этот момент, 22-секундный момент превращения Родстера в купе, и наоборот, мы сможем довольно редко. Потому что в основном, увы, нам придется в наших российских условиях ездить вот с такой вот закрытой крышей. Что, впрочем, отнюдь не умаляет достоинства этого автомобиля и не превращает его в такую вот дешевую игрушку.